С вами Стефский, мы в Дубае. Многие, когда смотрят на Дубай, думают, что вот очень много чего здесь не достроено. Те же пальмы, которые начинали строиться еще в бородатых 2009-2008, даже раньше годах, и что сейчас Пальма Джамира достроена, а Пальма Джабеляли стоит без движения уже больше 10 лет. Но тут самое главное понимать. Арабы и вообще весь вот этот вот восточный мир, он живет с другой скоростью восприятия времени. Для них десятилетия на строительство Пальмана, чтобы ее застроить полностью, это немного. Это буквально там миг в вечности, который они проживут и спокойно с этим справятся. Поэтому не стоит думать о стоящих в заморозке объектах Дубаиках о чем-то, что все уже никогда не построится, уже вот все пропало и так далее. Нет, это не так. Значит, что касается Пальмы, самый вот знаковый просто проект. Изначально было запланировано три здоровенных Пальмы. Это Пальма Джумейра, которая сейчас уже есть, Пальма Джабеляли, которая есть, она стоит пустая, и Пальма Дейра, здоровущая конструкция еще больше, чем первые две. При этом у Пальмы Джабеляли планировался еще вот такой вот полумесяц с искусственными островами, все очень красиво и так далее. Эти мегапроекты не сложились. Сейчас у нас есть Пальма Джумейра, готовая, застроенная, все уже закончилось практически, и Пальма Джабеляли, которая стоит пустая. Но на днях шейх Дубая подписал распоряжение, указ, как у них там это называется, что дал условно отмашку, что все, начинаем застраивать Пальму Джабеляли. То есть он дал старт новому этапу планирования и застройки вот этой Пальмы. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Дубай снова хлынут инвестиции. То есть понемножку эта территория снова будет доделываться. Там по плану еще есть канал под Пальмы, такой же, как Дубай-Марина здесь, но уже соединенный непосредственно с Пальмой. Она больше размером, чем Пальма Джумейра, примерно в два раза. Если Пальма Джумейра 5 с лишним километров в квадратах, то это 13,6. Да, сильно больше. И она более продуманно сделана. То есть у нее вот эти вот конструкции мостов, входа в материк, они другие. То есть если Пальма Джумейра имеет только одну единственную дорогу въезда, то у этой уже три точки соединения с материком. Плюс внизу вот этот большой район с Мариной, он тоже более грамотно спроектирован. Это приведет к тому, что на Пальме начнут строиться снова люксовые проекты, и виллы, таунхаусы, жилые дома с апартаментами. И это новая волна застройки Дубая, которая, по-моему, не закончится никогда. Причем это вот люксовая история, она будет в Джебель-Али. А в других районах будет менее люксовая история. И точно так же на ближайшие 10, 20, 30 лет это все уже распланировано. Оно в умах правительства Дубая и в целом Эмиратов, оно есть. Оно есть давно. Просто они не торопятся это все анонсировать, строить, бегом бежать. У них иное восприятие времени, для них 10 лет это ничто. Они мыслят в рамках столетия. И в рамках столетия можно говорить, что Арабский Эмират – это очень крутой проект в целом. То есть Дубай в какой-то момент срастется с Абу-Даби в единую агломерацию. И Пальма, кстати, этому поспособствует, потому что она где-то на треть от Дубая, на две трети от Абу-Даби. Эмираты дальше, которые идут, Шарджа, Аджман, Умалькувейн, Рассельхайма и Фуджейра, они тоже в итоге образуют единую агломерацию, которая вся вместе станет единым вот этим вот Арабско-Эмиратским миром. Поэтому, если вы, смотря на Дубай, на какие-то недостроенные его проекты, думаете, что вот, они ничего не достраивают, они совсем забросили свои какие-то планы, это не совсем так. Имейте это в виду, тогда будете думать о Дубае. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!